всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о ароматах осени я отобрала для вас 5 ароматов на этот период они все будут очень разные разные по направлению разные по характеру но вот именно эта пятерка для меня олицетворение этой красавицы осени осень я очень люблю очень люблю гулять в парках люблю опавшую листву шуршать я ее люблю краски осени золотистые такие красные листочки каштаны ну в общем это все так круто очень прекрасно красиво так умиротворяет осень это время умиротворения немножко такая передышка после лета потому что лето так или иначе это яркая пара бурлящая будоражащая жаркая во всех смыслах этого слова летом постоянно как это движение происходит мы куда-то ездим осень для меня это такой вот период спокойствия и отдыха немножко даже я бы сказала также осенью очень здорово посидеть дома не знаю у меня вот так ассоциируется осень именно с такими домашними уютными посиделками в плед укутаться с бокалом вина с какао если вы пьете какао там не знаю с чем угодно с книжечкой под какой-то хороший любимый фильм это вот именно осенью очень приятно делать такие уютные домашние процедуры скажем так и давайте начнем с аромат ароматы ароматы осени пятерка первый аромат первый аромат вот этот это шипр от бренда микколи джуэл фо хо шипр и для меня вообще это вот осень не знаю почему могу носить и летом шипр и зимой и весной и так далее но вот именно осенью они какие-то ну вот они осенние для меня не знаю может быть мои ассоциации какие-то вот вы идете с шарф на вас какие-то тонкие красивые кожаные перчаточки и вот шипр каблучки это вот прям картина такая а этот шипр для меня один из самых эталонных наряду с палома пикассо наряду с гранцуа от сислей он очень красивый он очень красивый призываю если вы любите шипр обязательно попробуйте понюхайте мне кажется он никого не оставит равнодушным яркий специевый очень такой обволакивающий пряный очень красивые здесь нота розы именно в базе она не сразу слышно здесь она потом потом выходит на сцену очень очень красивый аромат очень стойкий для меня этот аромат характер это аромат знаете высоко поднятой головы внутреннего стержня уверенности уверенности в себе будь то мужчина носит этот аромат или женщина он вообще он идеально кстати унисекс для меня вообще красиво раскрывается и на мужчине на женщине очень благородный красавец красавец я его ношу я уже говорила об этом когда вы знаете вот ты думаешь у меня не получится там что-то или еще чего-то ну такой неуверенность какая-то бывает легкая да я его наношу все все как по маслу чики-пуки все получается все классно не знаю надо попробовать как-то все делать и без аромата но вот с этим ароматом мне все время так вот спокойнее так что рекомендуем весь день вы просто жанна д'арк на коне у вас все все бурлит все кипит все дела спорятся все получается классно очень классный попробуйте это аромат номер один на осень следующий аромат абсолютная противоположность но не менее мною любимый это же депо от серж лютен это аромат спокойствие умиротворения и домашних вот этих уютных посиделок с грелочкой в носочках с бокальчиком вина перед телевизором это вот сюда он прекрасный я его люблю нежно вот просто очень его люблю потому что у меня возвращает мое детство это аромат для меня машина времени очень редко когда бывают такие ароматы вы находите но если вы их найдете берите с руками и ногами потому что это конечно бесценно бесценно когда аромат может вас вернуть какие-то очень-очень приятные ваши дни ваших вашей жизни вот для меня это аромат моего детства роман эти как такие родные объятия хорош 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 о чем он это булочка булочка такая еще горячая от нее такой пар еще идет с корочкой с такой хрустящей то беленькая беленькая булка сливочное масло такое прям хорошие желтые вкусные вкусные и вот вы намазываете это масло на эту булочку на так растекается этот аромат свежеиспеченного хлеба сливочного масла бокал молока бокал мне все бокал молоко и вот это вот об этом это очень такой аромат эмоциональные это эмоции аромат эмоции это не там цветочек ах еще о чем-то это эмоции так или иначе серж лютен это аромата история ароматы эмоции вот это вот одна из самых ярчайших для меня очень очень его люблю он для вас он для себя Я ношу его, повторюсь, дома. Иногда хожу в нём на работу, но редко. Всё-таки он для меня более такой домашний, уютный. Роднулечка мой. Очень люблю. Попробуйте, если вдруг ещё не знакомы с ним. Следующий аромат. Опять другая история совершенно. Коко от Chanel. Есть Coco Mademoiselle, есть просто Coco. Это Coco Noir. Обожаю его. А если предыдущие два аромата Coco Mademoiselle и Coco, они более понятные, что ли. Это тёмная лошадка. Это аромат просто хищник. Это такая пантера. Это, я не знаю, такая вот женщина в каких-то таких бархатных, чёрных, дорогих одеждах. Колдунья. Колдунья. Аромат обволакивающий. Аромат дерзкий. Аромат с когтями. Хищный аромат. И очень классно подходит на осень и на зиму. Летом он очень тяжёлый. Ну, лично мне. Почули. Очень красивые здесь розы. Роза, знаете, такая роза, как будто из чёрного бархата сделана, но пахнет розой. Вот что-то такое. Вот мистический аромат. Я ещё раз повторюсь. Очень красивый. Мне нравится, как он раскрывается. Он раскрывается каждый раз по-разному. Иногда я его наношу. Я его слышу вот просто от и до целый день одинаково. Он на мне звучит вот просто вот монотонно. Вплоть до головной боли может звучать. А иногда я его на себя наношу. Он то появляется, то исчезает. То я даже забываю иногда, да, что я сегодня надушилась или не надушилась. То есть оказывается, что да, надушилась, когда он, хоп, поднимается прям целой волной такой вот этого вот чёрного бархата. Вот не знаю, вот он чётко ассоциируется у меня с чёрным бархатом. Не знаю, напишите, если у вас есть такие ассоциации. Классный. Очень-очень здоровский аромат. Мне кажется, куда-то пойти. На какое-нибудь грандиозное свидание. Ну, или даже не на свидание. Очень хорошее. Очень. Попробуйте. Повторюсь, для меня они совершенно разные. Коко и Коко Нуар. Ну, Коко Мануазель вообще совсем другая история. Такой вот аромат. Осенний спутник просто. Прекрасный. Следующий аромат. Это моя новинка. Это мой любимый Фредерик Маль. И это Дрис Ван Ноттен для Фредерика Маля. Я показывала, у меня было 10 миллилитров. Я их просто извела в пух и впрах, наверное, за неделю и два дня, может быть. Ну, какой-то молниеносный период времени. Он у меня просто был израсходован. Я не могла им надышаться, не могла без него жить. Я вот тряслась над каждым там этим. Но, тем не менее, весь его извела и взяла себе 50 миллилитров. Потрясающий аромат. Если вы любите ноты сандала, вам сюда. Это самый грандиозный сандал, который я когда-либо обоняла, если можно так сказать. Мне написали в комментариях, очень, мне кажется, подходит под этот аромат, что аромат очень интеллигентный и очень умный. Вот я соглашусь, пожалуй, да. Он очень интеллектуальный. Вот так. Интеллектуальный. Он уместен всегда и везде, в любую компанию, при любых обстоятельствах. То есть идёте вы на какую-то там выставку современного искусства, такую специфическую какую-то, да, сюда. Идёте вы в кино с друзьями, там, на какую-нибудь комедию. Сюда. С утра идёте на работу, потом там с работы вас муж там позвал или подружка позвала. Выпить бокал вина в кафе, сюда. Вообще, потрясающе. Вот у меня не было ещё такого аромата, который был бы вот с утра до вечера уместен всегда и везде. Это потрясающе. Я люблю миксовать ароматы. Я люблю днём ходить в одном аромате, потом прихожу, наношу другой аромат. С этим не хочу этого делать. Хочу, чтобы только вот он звучал с утра и до ночи. Он очень стойкий, он очень шлейфовый. На него обращают внимание и к нему прям вот тянутся. У меня просто подруга, она меня когда обнимает при встрече, потом мне звонит и говорит, Оля, я прям иду, я прям вся тобой теперь пахну. Вот он вот такой въедливый, красивый. Красивый. Первые ноты, вот когда вы его наносите только, они немножко даже такие с зеленцой слышатся. Вот этот сантал с зеленью. Потом это всё уходит в какой-то такой немножко сливочный, да, может быть, древесный аккорд. А потом в базе выходит бобы тонко, ваниль. И на каком-то таком уже заключительном периоде это какао. И какао такое, знаете, горькое, не приторное, такое с молоком какао-какао. А вот именно такой какао-порошок горький. Я прям рассказываю, захотелось им надушиться. Он обалденный. Просто вот я клянусь. Я люблю Маля, все уже об этом знают, но это просто, это диво-дивное. Вот сейчас я его ношу, у нас такой период прохладный, поэтому на осень он будет the best. Сейчас попробую его носить ещё и летом, посмотрим, как он раскроется. Но пока вот прям гениально. Это всё гениально. Это, знаете, вот как, ну это как, не знаю, у меня сейчас такая ассоциация случилась с ним, как фильмы Ларса фон Триера. Вот вы их смотрите, невозможно оторваться, они вас цепляют за разные струны вашей души. Струны души. Короче, вот это что-то такое из ряда вот такого. Как я уже сказала, интеллектуально вот хожу в нём, и всё такое очень интеллектуальное. Классный, классный. И заключительный аромат, который я вам подготовила сегодня. Это вообще небо и земля, вот сейчас я говорила, и вот это. Но, тем не менее, Black Opium от Yves Saint Laurent. Это вот просто осень для меня во флаконе. Притерное, сладкое, от него может всё слипнуться. И я в последнее время вообще отошла от таких гурманских и таких вот прям слишком сладких ароматов. Но это вот такое приятное исключение. Да, он немножечко попсовый. Он очень, ну, как это сказать? Он популярный. Но он раскрывается на всех совершенно по-разному. И поэтому, как бы, не стоит обращать внимание, что он есть там у соседки Маши или там какой-нибудь Даши. На вас всё равно всё будет по-другому звучать. Классный. Вот он классный. Он нравится всем. Он нравится и взрослым, он нравится детям. У меня его очень обожает мой сын. Он прям открывает шкаф и всё время его достаёт и нюхает. Прям какой хороший. Какой хороший. Любит его. Ну, дети вообще любят всё сладкое. И этот аромат не исключение. Очень, очень сладкий. Есть тут кофе, но я бы хотела, наверное, чтобы больше я слышала, чувствовала кофе здесь. Я, наоборот, слышу здесь больше такой ликёрность, приторность, сладость, тягучесть. Но мне нравится. Мне нравится его носить, когда холодно, когда хочется какого-то уюта, тепла. Ну, хороший. Очень хороший. Можно и на выход его носить. Можно и днём. Можно и дома тоже. Хороший. Ну, что, на этом всё. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Пишите, пожалуйста, какие у вас must-have, какие вы любите ароматы носить осенью, какие у вас любимчики. Мне всегда очень приятно вас читать. Всё. Всё, спасибо. С вами была Алёнка Блок. Чао-чао. Пока. Субтитры подогнал «Симон»